На Северном флоте состоялись масштабные учения поисково-спасательных сил. По легенде, крупнотоннажный корабль получил в море тяжелые повреждения. Часть экипажа судна оказалась в воде. Тренировка развернулась в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря. В этих учениях Северного флота не принимают участие корабли, оснащённые исключительно вооружением. Каждый из судов так или иначе можно назвать спасательным. Даже противолодочный самолёт Ил-38, который сегодня прочесывает акваторию Мотовского залива Баренцева моря, выполняет поисковую роль. Экипаж высматривает с высоты попавших в воду после условного крушения моряков. Мы отрабатывали новую технику, которая поступает к нам на вооружение. Видели оказание помощи поднятым плавающим личным составом на воде. Мы отрабатывали сейчас аппараты спасательных глазами медицинских, которые мы получили, новые аппараты. Они у нас успешно были задействованы на высотном десантировании наших войск ВДВ на земле Франца и Иосифа. И вот сейчас мы их применяли для оказания помощи личному составу, который поднят с поверхности воды, получил перехлаждение для того, чтобы стабилизировать их состояние. По замыслу учения на Большом океанском судне, роль которого исполнил носитель глубоководных спасательных аппаратов Михаил Рудницкий, произошел пожар, в результате которого судно потеряло ход. Спасателям было необходимо обеспечить тушение пожара, эвакуацию пострадавших моряков и пассажиров, откачать воду из трюма и затопленных помещений аварийного корабля и взять судно на буксир. Учения поисково-спасательных сил СССР проходятся на регулярной основе. Сегодня учение прошло в принципе в штатном режиме. Были, конечно, новшества, которые мы использовали впервые в ходе этого учения. В целом действием личного состава экипажей всех кораблей, всех судов, летательных аппаратов. Я остался доволен. Экипажи продемонстрировали высокие навыки, выучку по решению задач поисково-спасательному обеспечению. Последним эпизодом учения стала передача пострадавшего с борта аварийного корабля на ходу по канатной дороге с помощью эвакуационного спасательного контейнера ЭСК-1.